Уважаемые, глубоко уважаемые Ирина Георгиевна, уважаемые коллеги, друзья. Ну вот в таких встречах обычно принято говорить, прежде всего, наверное, об экономических вопросах, о социальных делах. То есть мы привыкли говорить, насколько там голововые продукты делают, насколько там производится и что делается. И это пытаются как-то определить состояние дел в любом хозяйстве, или это предприятие, или это район, или это регион, или страна. Но я хотел бы сегодня немножко отойти от этих вопросов. Почему? Потому что смысловое содержание нашей встречи и смысловое содержание той работы, которую мы вместе с вами проводим, они имеют намного глубже понятия, они намного сегодня актуальны, скажем, и на планетарном уровне, и в том числе на уровне конкретной семьи. Не говоря уже о других структурах, о других субъектах. Поэтому сегодня для нас, например, для Якутии очень актуально. То, что мы сегодня вчера встречаемся с вами, обсуждаем, при том, что с участием, наши уважаемые гости, очень высокие гости, которые приехали именно, тем более она обещала, я это подтверждаю в свое время, и вот она, как человек ответственный, как человек, уважающий другие народы дела и приехала. Вчера вот люди удивлялись, вот эта журналистка просто, она была ошарашена, увидев Ирины Георгиевны Бехневриске. Это было нечто такое, словное восприятие, может быть, передовых людей, но с другой стороны, это факт. Я почему хотел бы сегодня, прежде всего, отметить роль нашей конференции, потому что речь идет в эпосе, об развитии эпосов народов мира, и я хотел бы просто подчеркнуть, что в этом плане Республика Сахо-Якутия уделяет особое внимание. Особое внимание уделяется, вот мы за два дня, вчера-сегодня, на нескольких мероприятиях подтвердили, насколько мы сегодня пытаемся заниматься этими вопросами, пытаемся это делать государственной политикой. Почему? Потому что сегодня в мире происходит очень много процессов, особенно глобальных процессов, которые влияют на состояние дел в народах. Именно народы сегодня попадают под влияние этих глобальных процессов, и при этом идет очень большой, быстрый, дым темпами процесс ассимиляции народа. Исчезновение народа. В вашем лице, в своем лице, в таком лице, мы хотим сегодня поблагодарить в нашей российской структуре, в лице Григория Эдуардовича, который все-таки нас поддерживает. Мы вначале очень скромно пытались подойти. Для нас было понятие далекое международное организация, мы работаем, а сегодня уже мы чувствуем себя как равные партнеры. Это нам дает очень много. Поэтому я хотел бы сегодня говорить при вас слова благодарности. Я хотел бы обратиться к своим коллегам, к своим руководителям, которые постоянно работают по программам ЮНЕСКО, которые подготовили сегодня предложения. С учетом той работы, которую мы вчера провели, сегодня провели по отношению к позиции Григория Эдуардовича, и главной позиции руководства ЮНЕСКО, в лице Генерального директора. Мы хотели бы сегодня, вот я уже вчера и сегодня разговаривал очень плотно по вопросам, как дальше работать, как реализовать. Мы можем много наговорить, и потом вернуться и сказать, а что у нас получается, не получается. А мы сегодня поговорили с Еленой Георгиевной, и мы с вопросом, а как это быстро делать, как это продвигать быстро, пока на нашем сегодняшнем настроении позитивном оно сохраняется, пока ничего не мешает, давайте сделаем какие-то документы, типа коммунифей, договоры, соглашения. Если это будет сегодня делано, я понял, что Елена Георгиевна готова рассмотреть прямо сегодняшнее. Завтра будет. Поэтому я хочу, чтобы наши коллеги, которые сегодня были, озвучили свои предложения, и вы давайте превращайтесь в соответствующие проекты документов, которые можно было уже принять и поддержать. Поэтому вот с этой точки зрения мы должны воспользоваться моментом. Но я человек, который всегда будущий событий в таких дел, я стараюсь тоже отговорить моменты, насколько мы можем быстро надвигать. С этой точки зрения у нас уникальная возможность появилась. Поэтому, уважаемые коллеги, говорить одно дело, а вот сформировать это другое дело. Вот давайте сегодня вечером этим занимайтесь. Чтобы мы в конце дня видели это предложение, мы сначала, конечно, согласуем с Григорием Гуаровичем. Всего благословения будем уже выходить на перенеборки, чтобы получить этот документ. Потому что нам очень важно, мы не должны отложить, мы должны завтра в день начать действовать. Потому что вопросы очень важные, очень нужные для республики, для наших людей.